С Верой в спорт Как раз таки участника турнира Здравствуйте Юрий Добрый день Добрый день Итак давайте начнем с того Что собственно из себя представляет Лига любительского спорта Как давно она образовалась Из чего все начиналось Да Павел Ну образовалась она довольно таки давно уже Ну 2-3 года назад 3 года назад 3 года назад То есть в 2016 году В 2016 году То есть провели мы первый турнир свой Там была команда примерно с 24 команды Сегодня уже он проходил Третий год проходил Команд уже осталось 36 То есть на сегодняшний день 36 команды часто Да команды увеличиваются Команды нравится формат турнира Все пытаются играть И развиваться в футбольное свое мастерство 24 команды Откуда эти команды Что это за команды Имеют те с которых как раз все начиналось Ну начинали мы вообще Изначально в 2013 году Это был первый зимний турнир Наверное Там участвовало всего 7 команд Было просто объединение людей Которые хотели просто играть в футбол Вот И вот начиная с них Наверное Вот наверное там Команда СБ Там РЖД Еще помню Такие команды были Когда вот они Вот только-только Дети практически Только начинали Дети вы имеете в виду по возрасту Или по опыту Да там нам было лет по 15 По 16 То есть мы только-только Начинали этот футбол Играть И нам было интересно Бегали по снегу Носили Сами ворота красили Сами сетки снимали То есть Нам это было интересно Павел То есть вы будучи Получается Молодым игроком Начинающим игроком Вы только играли И организовали уже тогда Тогда и играл И пытался И наверное первый турнир Который мы вместе-то С Алексеем Балезиным Еще организовали Потом Алексей маленько Отошел от этого А я как бы продолжу дальше Свою Как сказать Свой путь В организацию Вот так что То есть главный ваш мотив Это была организация Себеподобных ребят До которых так же много энергии Которые хотят играть в футбол Да Что-то единое Что можно было соревноваться И получить результаты Показывать результаты Потому что я сам люблю футбол Сам в него играю Я постоянно всю свою жизнь практически И Всех уважаю Кто играет Кто пытается В общем Кто в спорте Это хорошо Да конечно Бесспорно Юрий А вы когда присоединились? Я присоединился На первом турнире Это 15-й год Весной Мы играли на турнире Кубок фанкома Поучаствовали в одном турнире Потом Поучаствовали уже зимой С 15-го на 16-й год И вот так Постоянный участник Этих турниров Команда То есть мероприятия Идут круглогодично Да по сути Да У нас значит проводится Сразу Чтобы было понятно Зимний турнир Он у нас начинается В конце декабря И заканчивается уже В начале марта Потом у нас Традиционный турнир Летний Который проходит На Из кожи Он у нас начинается В мае Заканчивается В середине июня Потом у нас Осенний турнир И потом мы плавно Переходим уже В ноябре В октябре В ноябре Там в зал И в зале У нас большой турнир Вот этот идет Который вот Закончился сейчас Недавно С октября По март Месяц Потом мы еще Традиционно Проводим Кубок Лиги любительского спорта Где участвуют 16 команд И выявляют Победителя 16 команд Это лучше Из лучших Нет 16 команд Это Просто в такой Формат удобней 4 группы Там по 4 команды Вот Если было бы Больше желающих Ну проводили бы Значит Как на чемпионате мира Допустим 32 команды Там 8 групп Было по 4 команды Но пока 16 Для нас оптимально Чтобы провести 32 пока не набирается Да На кубок У нас 16 команд На чемпионате Вот в этом году Участвовало 36 команд Систему мы в этом Систему розыгрыша Мы в этом году Немножко изменили Вот В чем отличие Отличие в том Что из-за того Что команд много Мы их разделили На 2 подгруппы Вот Команды играли На первом этапе Между собой В один круг Провели Каждая команда Провела по 17 игр И потом Значит На второй этап По 9 лучших Из каждой группы Вышли во второй этап И на втором этапе Уже выявляли Победителей Призеров Первой Так называемой Лиги И На втором этапе Команды Которые Условно говоря Заняли С 19 По 36 Место Они выявляли Победителей И призеров Во второй лиге Тоже получили Награды Призы Медали Кубки То есть Чтобы интерес Спортивный Оставался До конца турнира Команды По второй лиге Тоже боролись За свои призовые места Очень насыщенная Сетка Турнирная Получается У вас Напомните В течение какого времени Все эти игры проводятся Мы начинаем В конце октября Чемпионат В конце октября Мы начинаем В середине октября Мы начинаем чемпионат И у нас Заканчивается Да В конце апреля У нас уже Матчи кубка Заканчиваются Где-то В середине апреля Вот 20 апреля У нас закончился Уже кубок То есть Команды сыграли На данном чемпионате Все по 26 игр Что в принципе Достаточно Для мини-футбола Да По 26 игр Мы думаем Что это мини-футбол Мы еще не говорили Что 4 плюс 1 4 плюс 1 По правилам Мини-футбола По стандартным Соревнования проводятся Вот Также соревнования В таком же формате Проводятся Кировской областной Федерацией футбола Вот Которая традиционная Ежегодная То есть Вы в этом отношении С ними конкурируете Мы с ними не конкурируем Они проводят свой чемпионат Мы проводим свой чемпионат Люди Которые играют На чемпионате области Точно так же Играют на нашем турнире То есть Здесь у нас Никаких разногласий С федерацией нет Пересечения по сетке Есть? У них Свой Значит Своё расписание У них Значит Определённые дни Конкретно у них Среда Суббота Допустим У нас могут Игры быть и на неделе Ну и соответственно Суббота Воскресенье То есть мы с ними Никак не пересекаемся Но и не конфликтуем Они проводят свой чемпионат Мы свой И всем Всё устраивает То есть никаких запретов Там нет Что если вы играете здесь То нельзя играть там Ну конечно То есть люди Одно общее дело делаете Развитие спорта Мы находим общий язык Значит С ними постоянно На связи Так что То есть поддержка есть Да В этом отношении Поддержки Поддержки Нет С точки зрения того Чтобы не мешать Поддержки как таковой нет Но Мы понимаем друг друга Они понимают нас Мы понимаем Да Давайте немножечко Ещё по условиям Участия Платное участие Для команд Да Да Платное участие Там всё-то Входит в стоимость Аренды зала Там кубки Медали Съёмка матчей Призы В этом году Вот у нас Значит Награждение команд было Вот У нас есть Группа ВКонтакте В группе ВКонтакте Как называется Давайте скажем Двига любительства спорта Группа ВКонтакте Лолос Там есть у нас Видеорепортажи Соответственно И с награждения Тоже есть Видеорепортаж В этом году Мы увеличили число Призов Если раньше мы Значит Награждали Там условно говоря Лучшего вратаря Защитника И нападающего То в этом году Мы добавили Значит Ещё несколько номинаций Чтобы ребят Отметить Получили у нас Есть такая номинация У нас Открытие чемпионата Вот у нас в этом году Новый игрок, да? Да Открытие чемпионата Степан Грязев Из команды Бразбург Получил Есть у нас Самый полезный игрок Бразбург были у нас В эфире Да Самый полезный игрок У нас в этом году Получил Алексей Семененко Из фанкома То есть Мы его тоже отметили То есть Мы пытаемся Добавить Не скупо Так скажем Три игрока Пытаемся Значит Больше наград Больше радостных лиц У игроков Поэтому нужно Больше заинтересован Меньше конкуренции Да Есть там Лучший бомбардир чемпионата То соответственно Мы ещё увидели Лучшего нападающего То есть Чтобы было побольше Немножко призов Ребята чтобы боролись Кто оценивает Кто выявляет лучших? Ну в основном Это довольно-таки Субъективные вещи Ну в основном Это обычно Судейская бригада Кто постоянно Практически находится На игровых площадках Постоянно видит матчи Поэтому мы собираемся Примерно Прикидываем Делаем список Да Потому что Павел Возглавляет Судейскую бригаду Да Мы делаем список Ориентировочно То есть там Ну 6-7 кандидатов Есть И мы потом Все думаем То есть сверяемся Делаем там Плюсики-минусики И потом сверяемся И получаем Человека Который будет лучше Разногласия бывают? Ну Практически нет В основном В принципе Тут ясно По чемпионату В принципе Становится ясно То есть Но в этом деле Должен быть авторитет Который сказал Вот все-таки Предлагаю вот эту кандидатуру Ну я наверное Как сказать Подбиваю Все эти Самые Все результаты То есть Если вдруг Будет какое-то Равновесие Я наверное Буду иметь Главное слово В этом Решающее слово Есть еще Момент такой Что если у нас Ведь есть статистика Матч Ну да То есть лучшим бомбардиров Не сможет стать Человек Который меньше мячей Добил два мяча До чемпионата Также мы Примерно смотрели Когда у нас До номинации Лучший вратарь Выходил А мы во-первых Смотрели Сколько вратарь Матчей провел Сколько пропущенных Матчей Сколько он пропустил Да Ну не пытались мы Высчитывать там Среднее количество Там как бы Но это было Видно как бы Что в первой лиге У нас один вратарь Выделялся Во второй лиге Другой вратарь Выделялся Также точно Среди защитников И нападающих Составляли мы Символическую сборную Чемпионата Она как бы У нас даже было Их две Вот Может быть На будущий год Сможем Если у нас получится Организовать Вот такой матч Допустим Символическая сборная Символическая сборная Первая Второй лиги То есть Провести такую игру Она Суперкубок Нет Она не суперкубок То есть первая лига Против второй получается Да Лучше Хотя бы Да Вот то есть Пока думаем Еще не знаем Как это будет Это будет не суперкубок Это просто будет игра На которую может прийти болельщик Посмотреть Как играют лучшие игроки Да А команды смогут Поболеть за своих На следующий год В этом году Например Победителем стала Команда Верес Второе место Команда Фанком Заняла И третье место Команда Юниор И так же Победителем Кубка Стала команда Юниор Вот Если у нас Значит На следующий год Количество команд Будет примерно Такое же То соответственно Мы можем провести Матч за суперкубок Это Верес Юниор Верес Как победитель Чемпионата Юниор Как победитель Кубка Если я правильно понимаю Да Извините что Пробиваю В основном Команды представляют Какие-то конкретные Предприятия Работающие Не все Не все Есть которые Представляют Юниор Детская школа Ну там Какие у нас еще команды Фанком Ну вот Верес тоже Такая компания Есть в Кирове Или они не имеют отношения Ну Верес Они видимо Сами назывались По-моему Они не от компаний Поэтому нет Ну там буквально 5-6 команд Которые представляют Какие-то организации А в основном Это просто То есть самоорганизованные граждане Да Да Об этом еще Поговорим По интересам Да Название команды Может меняться Вот я добавлю Вот Но Суть остается Та же Как бы Игроки В принципе Играют у нас Одни и те же Название команды Может поменяться А люди остаются Те же Тут уже Зависит много От того Кто желает Помочь команде Находятся спонсоры Для некоторых команд В какой-то степени Там оплачивают Да Это важно Оплачивают допустим Взносы То есть И это уже Большое подспорье Для команд И приходится командам Волей-неволей Допустим Поменять название Но мы то знаем Что Ну это должно быть Обоюдное согласие Ну да По взаимной любви А так у нас Список команд В принципе Один и тот же В этом году Несколько новых команд Добавилось Которых мы раньше Даже не знали Лига денег Лига денег Команды в этом году Себя хорошо зарекомендовала Появилась новая команда Красная машина Спортивная школа У нас Детская и юношеская Спортивная школа Участвуют Ребятами Семнадцатилетними То есть Им тоже важно Участвовать Играть Иска команды Появилась новая Тот же юниор Ну да Юниор ЦРД Юг Молодежный Молодежный Фаворит команда Последнее место Правда команда заняла Но по крайней мере Приходили Играли То есть Вы отслеживаете Откуда приходят Новые команды Почему Они хотят играть И как они Устанавливают В турнире Ну Устанавливают Они скорее всего В СМИ В контактах То есть Есть информация То есть Она дублируется Где-то бывает И ну В принципе У нас Киров Как сказать Большая Маленькая деревня То есть Где-то слухи прошли И поэтому Все узнают Потом набирают И потом Мы их скомпоновываем Есть люди Которые Есть без команды Сколько-то там То есть Два-три человека То есть Мы им помогаем Идти Скажем команду Подбираем То есть Даже такая функция Есть Ну да Подбираем Конечно Команду Грубо говоря И они Приходят И играют Где-то Может кого-то Не устроили Они пошли В другую команду Там попробовали Как легионеры В любом случае Игрок Без игры Не останется Мы в любом случае Найдем Куда его пристроить И он будет участвовать И играть Так что Любой желающий В принципе Может прийти Конечно Любой А возраст участников У нас возраст Наверное Был Не задействован Да У нас Ну Судя из практики От 17 До До бесконечности И выше Да Если ноги быстрые Крепкие Это можно играть Ну да То есть Там не может быть Моложе 10 Скажем Потому что Опасно выпускать И вот там все-таки Играют мужики От 17 Да У нас уже люди играют Да От 17 Да Нормально Хотя у нас Скорее Что Ничего не прописано В этом плане То есть Надо в принципе Даже подумать об этом Потому что Даже вопрос такой Что мы даже об этом Не задумывались Да Обязательно нужно прописать Потом Может быть Можете еще разделить По возрастным группам Ну как вариант Да Какую-нибудь юношку Типа лимфу Да Согласен Нужно Насколько просто Вот новым ребятам Да Которые вы сказали Что там по 2-3 человека Которые собираются Хотят играть Насколько и просто Им показать себя Проявить себя Когда вы говорите Что из года в год В принципе Список один и тот же Ну вот я Что-то сказал Вот команда спортивной школы Номер 5 Участвовала у нас Первый год Да В этом турнире Ну это ребята Которые специально Учатся Извините на спортсменов Тем не менее Нет почему Они занимаются В детской и юношей Спортивной школе Городской нашей Да Вот и участвовали В нашем чемпионате В принципе Они выступили неплохо Если поначалу Там где-то что-то терялись Потом они начали Очки набирать Обрели уверенность Да То есть А у них идет Своего рода подготовка Вот это Большому футболу То есть они сейчас Будут играть на большой футбол Я думаю Что они очень хорошо Провели время Так скажем Ну конечно С пользой Обязательно И подготовились И в футбол поиграли И опыта набрались Кстати о пользе Расскажите про подарки Подарки Награды Какие у команд были Ну у нас Как сказать Кубки То есть Первый Второй Третий Кубок Что первая Что вторая лига Первая Вторая Третье Места Это медали Обязательно Каждой команде Вот Статуэтки И индивидуальная Призы То есть Там Порядка Было Наверное Наверное Порядка Четырнадцати Наверное Было Индивидуальных Призов То есть Вратарь Игрок Защитник Нападающий Открытие Чемпионата Самый полезный Игрок Новая номинация Ну а так В принципе Все то же самое Есть сертификаты Есть Нынче Было Поход в кафе У некоторых То есть Командный 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 Да Нет Командный Командный Замечательный То есть И были сертификаты В европейский В магазин На спортинвентарь Поэтому Ну Команды все Получили Заслуженные награды То есть У вас есть спонсоры У Всей лиги Получается Да У турнира Спонсоров Вообще Нет у нас Так У нас Мы Все это Делать На На наших Началах То есть Где-то Бывает Свои Вкладываешь Ну и так Далее То есть Не у нас Спонсоров Нет К сожалению Но у нас Вот нынче Первый год Нас Помогал Депутат Докторального Собрания Сураев Федор Васильевич Это руководитель Фракции Справедливая Россия Вот он Присутствовал На награждении У нас Ну Внес Вклад В свой Первый раз Надеемся Постоянно Теперь у нас Вклад С его помощью Но вот так У нас По большому счету Мы чисто Вот на своих То есть Федор Васильевич Увидел В турнире Перспективы Для своего Электората Для своего Ну он поддерживал Скорее всего Свою команду Она называлась Дружба Там Вот Ну и так Поддерживал Конечно Или безусловно Поэтому Это очень важно Для публичного лица Принимать участие В такого рода Мероприятия Согласен с вами А делать бы конечно побольше Но будем стараться Будем двигаться Вы еще молоды Турнир еще молодой Да Я думаю что еще много Свершений ждет впереди Мы с вами уже Поговорили про поддержку Насколько я понимаю У власти У Минспорта У городской администрации Да То есть Тоже такой принцип Не мешать Как-то не помогают вам Нужна ли вам В принципе Какая-то помощь От властей Ну Помощь всегда нужна Потому что Если было бы Там скажем Лишние Там Денежные средства Можно было еще какие-то Может быть Еще даже получше награды Еще больше призов То есть Можно было организовать Тут по крайней мере Все идет у нас По минимально То есть Ну имеется ввиду Что Вот сколько есть Столько мы и отдали Всем То есть командам Конечно Если будет больше Будем больше отдавать Ну конечно То есть Наша задача Не взять себе А именно Наградить всех Кто участвовал В чемпионате Чем больше наград Можем и последнее место Наградить Если это будет Тоже как Символ Там не знаю Давайте еще Поговорим о турнире Который вот-вот Закончился Напомните Когда Закончился Он две недели назад У нас получается 20 апреля И шел он с октября месяца Сердина октября Да Больше полгода Да Было там 24 36 команд 36 команд Это только Мужские команды Если я правильно понимаю А девчонок Не берете принципиально Или не идут Девчонок Наверное у нас В Кирове Наверное не так Новая команда Ну есть Они есть Но их очень мало Но Они участвуют там Да У них там Свои турниры Там больше Властная федерация Занимается Да Женскими командами На ЛФЛ тоже слышала На ЛФЛ там Вроде бы тоже есть Ну там всего две команды Было И больше не участвовали По-моему Нет Они ездили на Сочи Там команда На женская Но там Фанком Они Значит Под Фанкомом Так можно сказать Вот И сейчас вроде Собираются где-то там Тоже выступить Но Мы как бы Не следим К вам пока Не заявлялись У нас К нам не заявиться Я думаю Потому что нам Не собрать Нужно Когда бы команд 5-6 было Серьезная задача Там я думаю Областная федерация Или Лига любительская Футбольная лига ЛФЛ Я думаю Они там Займутся этим вопросом И решат вопрос По женским командам Ну в мини футбол Нет Женщин Чтобы играть в футбол Ну как раз у меня Это проще Женщин Распределить Всех Спортивно Играющих Футбол И можно Организовать Как проходил Турнир Закрытие турнира Что яркое Что интересное Можете рассказать Какие истории Происходили там История у нас Какие происходили Борьба была До последнего тура За чемпионство Это важно То есть Тут Не дадим соврать Болельщик подтвердит Так скажем Были очень интересные матчи В конце чемпионата Яркая игра была Наверное Верно Проходили Значит у нас Такие Ожиточенные поединки Никто не хотел уступать Ну конечно В нашей группе Вконтакте Лига любительского спорта Периодически Значит отчеты Там мы выкладывали Вот И любой болельщик Кто следит Следит Или следил За нашим турниром Мог ознакомиться И как с результатами Так и С теми матчами Как они Протекали В последней публикации Значит мы затронули И тему судейства Вот Что в принципе Турнир прошел у нас Судьями Отсужен Ну как Квалифицированно Отсудили Вот Особых претензий К ним не было Были конечно вопросы Без оспаривания Без всего Да Были конечно вопросы Но споры всегда есть Они всегда есть Как бы Все таки азарт Спорт Энергия Затронули значит То что мы все таки С учетом того Что команд становится Больше Футболистам становится Интересней Участвовать Вот Повышаем значит Мастерство Ну То есть Все движется Своим чередом Какой подход к болельщикам у вас Насколько много Людей приходит Действительно посмотреть Поболеть И как вы оцениваете Вообще активность Болельщиков В Мискире В этот год Наверное Болельщиков было Достаточно очень много Та рассказать Что на финале Присутствовал Человек Ну 100 точно Потому что Еще раз Какая площадка это была Это Пожарная часть Октябрьский 122б Это в зале Там пожарная часть Там не очень много людей Ты не можешь поместиться Ну вот там Все было забито Вот битком Особенно когда играл Вот играл в финал Лиман юниор Вот они участвовали То есть Болельщиков было очень много Там все стояли В плоти Аж Даже бегать Некоторым игрокам Было нигде Потому что Запинались за них То есть Болельщиков Вот Линча было очень много Это радует Даже игры Которые Заканчивались У нас Были поздние Еще игры Там стоят 22-15 Была последняя игра Начиналась Даже на них Присутствовало Человек 15-20 Стабильно приходило И болели за своих Это конечно Радует Это показатель хороший Да Что не только за своих Приходят болеть А вообще С пользой Провести время Да пока у нас По телевидению Не идут Какие-то интересные игры Я могу добавить В том плане Что Почему болельщик ходит Потому что у нас Как бы В городе нет Минифутбольной команды Так же как и Сейчас пока На данный момент Нет Большой футбольной команды В 17-м году Команда прекратила Пока свое существование Поэтому Болельщику интересно Он отслеживает Болельщики соответственно Бесплатно могут приходить Смотреть Да Находит время И посещает Матч То есть Если раньше Можно было сходить На стадион Динамо Там поболеть За нашу родную команду Динамо Киров Сейчас Такой возможности нет Поэтому Человек выбирает Вот минифутбол Ну и Лига Футбольная Любительская лига Сейчас проводит Свой чемпионат У них тоже Очень много команд Участвуют Болельщик тоже Куда приходит Болеет Смотрит Интересуется Так скажем То есть Мы делаем Своё дело Своё вклад Определённо Минифутбол Ну все Вносят свой вклад Любительская футбольная лига У них свой чемпионат В формате 8 на 8 Они Значит Продвигают Свой турнир Так скажем Тоже привлекая И команды И болельщиков То есть Не знаю Какие у нас Еще есть Форматы Ну давайте На примере К примеру Бразбург Эти же ребята Были у нас Здесь в студии И рассказывали Что у них Очень активно Болельщики себя ведут Самые лучшие У них болельщики В том плане Что они Присутствуют На каждой игре Непосредственный Атрибут у них Барабаны Чуть ли не там Не дудки Дудки Барабаны Кричалки Кричалки Разные Это не противоречит Регламенту Управедения Нет Это не противоречит Просто по отзывам Команд Которые Участвуют Им это мешает Доводилось Доводилось Слышать Это же расчёт Да Доводилось слышать От команд Что поддержка У Бразбурга Мощная Иногда это мешает Как бы Сосредоточиться На игре Это хорошо Или плохо В этом году Команда выступила Вообще Очень хорошо Бразбург Вот мы Можем их выделить У них Два игрока Вообще Три Даже два игрока У них попали В номинации Да В наши Плюс мы выделили Ещё ихнего тренера Шеплеяна Максима Как бы В этом году Команда выступила Просто Если не ошибаюсь В первом году Они заняли у нас Последнее место В чемпионате Набрав там Чуть ли не два очка Успешный старт Да И хороший символ Не буду врать Конечно На память не помню Это просто Прогресс Команды Очень заметен Они с каждым годом Развиваются Да И Показатели И растут Да Молодцы Болельщики Глядя на их болельщиков Болельщики других команд Как-то подтягиваются Тоже Может быть Мелкие кричалки Не придумывают Могу сказать Что Бронландия Бронландию поддерживали Тоже С дудками приходят Там два-три человека Постоянно поддерживают То есть смотрят Видимо На болельщиков Бразбурга И начинают Потихонечку Подтягиваться Конечно Надо же перешуметь И перекричать Да Время остается немного Давайте перейдем К рассказу О грядущих мероприятиях Я знаю Что в этом году Еще много Всего интересного Будет Расскажите Что ждет Ну Ближайший Ближайший чемпионат У нас стартует 5 5 мая Он Ночит название Кубок фанкома Как один И тоже Как сказать Поддержка От них тоже идет На ЛОС То есть Вот они Тоже делаем Кубок фанкома Участвуют 12 команд Там вот Круговая система У нас Первая восьмерка Играют в саде Плей-офф Туда же зарегистрироваться Нельзя никак Уже нет Уже заявки Все поданы 12 команд Уже сформировано Поэтому Потом 5 мая И дальше Можно приходить Смотреть Куда Из Кош Стоянно с Кош Да Стоянно с Кош Ни футбольная площадка Ни футбольная площадка И с Кош А в какое время То есть по вечерам Нет С утра Мы играем с 10 утра Примерно до Суббота Суббота С воскресенья С 10 утра С 10 до Примерно до 3 часов Возрастные ограничения Есть какие-то мероприятия Примерно Тоже самое Как и ЛОВАС Ну я имею ввиду Посмотреть Посмотреть Нет Другой Не было ни матов Ничего То есть это кажется Тяжело Культура должна быть Все равно вырывается Эмоции Но стараемся Поэтому нет Там в принципе Безограничений Приходят с детьми Но вы пока не штрафуете Да за это Нет То есть и уж совсем Громко матеряться Тогда штрафуем Показываем Вплоть до красной карточки Бывают То есть удаляем игроков А это если игроки Это игроки А если болельщики Ну болельщиков Мы можем только попросить Конечно А так Нет Мы их островать не можем Просто можем попросить С стадиона Да Поэтому уважаемые болельщики Будьте пожалуйста аккуратны Давайте прививать все таки Спорт в массы И среди Подрастающего Юного поколения В том числе Да приходят женщины Дети да То есть смотрят Играют Там тем более позволяют И скош Там еще есть Как сказать Маленький такой пятачок Дети просто бегают Прыгают Скачут с мячами Ждут своих отцов Результаты матча Вот клубка фанкома Насколько предсказуемы На ваш взгляд Ну тут традиционно Наверное Фанком считается Лидером Этих соревнований Можете их кто-то сместить Сместить Нет конечно Там сильно команды Есть Игала Полимер Лиман Юниор Феникс Не знаю в каком состоянии Не будут Но Юрстрой Ну то есть команды Которые могут Здесь есть новичок Лайт Спорт Нынче Вот у нас Команда Вот первый раз Играет в этом турнире Посмотрим Что она будет Себя представлять Ну они Я могу добавить Лайт Спорт Команда участвовала В этом году На Кубке мэра Среди ветеранов Вот они заняли Первое место В возрастной группе То есть серьезный конкуренция Здесь уже будет В возрастной группе Да В возрастной группе В 1984-й год У вас их раньше не было Нет Не было Вот мы Мы с ними играли На этом Кубке мэра Команда Искра Тоже Ветеранская Так что ждем Ждем интриги Ждем интриги Будем ждать Интрига В любом случае Сейчас мини футбол У нас вырос В городе Поэтому любая команда Которая даже Играет не очень То есть она может Все равно дать конкуренцию Если команда не настроилась На Аутсайдера Грубо говоря Она в любом случае Может проиграть И в двух словах После Майского кубка Что еще нас ждет После майского 6 плюс 1 Потом у нас будет Осенний На 6 плюс 1 Можно подать заявку Да 6 плюс 1 Когда она стартует В июле Стартует в июле месяца В июле В июле месяце Начало июля Вот И потом у нас будет Очередной кубок Из кожи Осенний Да Осенний кубок Из кожи Будет тоже 4 плюс 1 Такой же формат Как сейчас Кубок фанкома Ну и плавно будем Уже переходить На зал То есть на зиму Начинаем примерно С октября месяца То есть и На наш большой чемпионат На наш большой чемпионат Да Куда тоже мы всех приглашаем Принять участие Ну что Уважаемые слушатели График игр Всем понятен Приглашаем к регистрации Уже на июльское мероприятие Найти как можно вас Павел Ну вконтакте У меня есть Данные все То есть там Думаю там можно посмотреть То есть через Лигу любительского спорта Да Так что приглашаем всех 5 мая Во-первых на открытие На Губок Да и впоследствии Тоже обязательно смотреть Футбольные события Футболистам Очень нужна ваша поддержка И конечно же Им всегда будет приятно Когда кто-то будет рядом Да надежный Сегодня у нас в программе Сверой спорт Были представители Лиги любительского спорта Это организатор Турнира по мини-футболу Лиги любительского спорта Главный судья Турнира Павел Билинский И Юрий Кудрявцев Руководитель команды Искрам Спасибо большое Уважаемые все Что пришли Успехов вам И много Команд участников Спасибо вам До свидания Всего доброго Сверой в спорт